МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! Пятое заседание Совета муниципального района 5-го созыва состоялось в зале администрации района 18 декабря. На повестку дня вынесли 7 вопросов. О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и о внесении изменений в положение о финансовом управлении администрации района доложила заместитель главы администрации района по финансовым вопросам начальник финансового управления Резида Хусаинова. Заведующий сектором по правовой работе администрации района Радмир Даутов выступил перед депутатами по трем вопросам. Он рассказал об утверждении соглашения между органами местного самоуправления и сельскими поселениями, а также городского поселения город Янаул и осуществлении передачи части полномочий. О деятельности молодежного совета рассказала его председатель Регина Хаматова. Вел заседание председатель совета района Ильдар Маликов. Смотр-конкурс профессионального мастерства психологов Росгвардии стартовал в нашей республике в октябре и проходил в три тура. 16 декабря в Уфе подвели его итоги и назвали имена победителей. Конкурсанткой стала и психолог отделения вневедомственной охраны по Янаульскому району Динара Ломакина. Психологом в отделении вневедомственной охраны Динара трудится больше двух лет. Она очень любит свою работу и гордится профессией. Выпускница Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета с юных лет мечтала помогать людям. Работа сотрудников вневедомственной охраны связана с ежедневными психологическими нагрузками. В 2019 году она принимала участие в конкурсе «Смотре комнат психологической помощи и реабилитации Управления Росгвардии по Республике Башкортостан» и заняла третье место. В этом году ей удалось стать победительницей другого масштабного республиканского конкурса. В 2020 году в Управлении Росгвардией по Республике Башкортостан проводился Смотр-конкурс профессионального мастерства психологов «Лучший психолог Росгвардии». В конкурсе принимали участие психологи Управления Росгвардии по Республике Башкортостан. Среди психологов подразделения вневедомственной охраны, принимавших участие в конкурсе, было 14 человек. Проверка и оценка участников Смотра-конкурса осуществлялась по следующим направлениям. Самопрезентация, представление конкурсантами своей профессиональной деятельности в формате видео, знание основ общей психологии и служебной деятельности, качество авторской работы, материально-социально-психологического исследования. Моя работа была направлена на профилактику психоэмоционального напряжения сотрудников неведомственной охраны в рамках гештальт-подхода. По итогам проведения Смотра-конкурса я заняла первое место среди вольно-наемного состава и была удостоена дипломом. В первый раз я участвовала в таком конкурсе. То есть ранее такой конкурс уже проводился, но я участия не принимала. Поэтому в этом году для меня такой дебют в этом конкурсе. Я очень сильно нервничала, очень сильно переживала. И в общем-то не думала, что я займу первое место. Вообще как-то вот с первого раза в первое место. Это вот для меня очень неожиданно. 14 декабря в Республике Башкортостан официально отмечается День башкирского языка. В этот день во многих уголках нашего региона прошли торжественные тематические мероприятия, посвященные изучению родного языка. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Победители и призеры научно-практических конференций республиканского уровня собрались в этот день в холле Межпоселенческого культурно-досугового центра. Педагоги и их воспитанники активно занимаются изучением башкирского языка, участвуют в жизни района и республики. И в этот день их старания были отмечены наградами. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия от всей души поздравляю вас с Днем башкирского языка. Очень приятно, что наконец-то и в нашей республике такие мероприятия, тематичные День башкирского языка, День национального костюма проводятся уже на высоком уровне. Это очень важно. Я всегда задаюсь этим вопросом и не могу найти ответ пока прежде всего для себя. Почему, например, одеться башкирский костюм на праздниках осуждается и неправильно воспринимается большинством населения, хотя никто не осуждает и при проведении собан, то есть любых мероприятий на сельском уровне, на районном уровне, никто не осуждает, когда одевают платья в национальном колорите. Наши друзья-морицы, угмурты, они вполне нормально, уютно себя в своем национальном костюме чувствуют, а кто-то, если оденет на собанку и башкирский костюм, он, ты артист, что ли, или еще что-то. Это должно восприниматься нами вполне естественно. И, наверное, ради порядка, с учетом вот этих всех наших недоработок, уделяет особое внимание, создает команду. Есть даже заместитель уже премьер-министра, который координирует, курирует данные вопросы. И эту важную работу мы с вами должны вести, прежде всего, учителя и, конечно же, учащиеся, которые имеют способность с алиатэра. А то, что наш северо-западный диалект уже и в Курутане Башкир, в всемирном Курутане Башкир признан учеными, уже признаются как местный диалект. И мы с вами даже диктанты в этом году писали, кто как хочет, кто-то мог на литературном башкирском писать, имел право, имел возможность. И кто владеет северо-западным нашим диалектом, тоже имели возможность писать диктант. Я сам лично писал. Благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан за активную работу в составе экспертной комиссии акции «Международный диктант по башкирскому языку» были вручены. Грибовый, учителем башкирского языка и литературы школы села Истяк. Баршатовый, Айфея Анваровне, учителем башкирского языка и литературы школы номера Сертификаты Министерства образования и науки Республики за участие в научно-практической конференции «Мустаевские чтения» были вручены. Горелий, Айфея Маскутовне, педагог лицея города Инаула. Кашатовый, Айфея Маскутовне, педагог лицея города Инаула. Дипломами Министерства образования и науки Республики Башкортостан за участие и победы в научно-практических конференциях были отмечены. Хатков Ильинский Дальнич, обучающийся 9-го А класса школы номер 2 города Инаула, руководитель Хаткова Илья Рагитовна. Агнешина Деляна, обучающийся 9-го А класса лицея города Инаула, руководитель Медрикова Светлана Икровна. Шамсурдинова, Эншер, обучающийся 9-го А класса школы Синаи Мады, руководитель Аггирова Александра Лагитовна. Агнешина Деляна, обучающийся 9-го А класса лицея города Инаула, руководитель Хаткова Илья Рагитовна. Ахмедев Раул, обучающийся 9-го А класса школы города Инаула, руководитель Сокутинова Зуфля Ульхатовна. Агнешина Деляна, обучающийся 9-го А класса школы города Инаула, руководитель Сокутинова Зуфля Ульхатовна. Как признаются сами дипломанты, успехи в изучении родного башкирского языка окрыляют и мотивируют на дальнейшее развитие. Многие из ребят, получившие сегодня свои заслуженные награды, планируют и дальше постигать язык и культуру башкирского народа. В нашем районе реализуется социальный проект «Радуга жизни», подготовленный местным отделением некоммерческой организации «Пионеры Башкортостана». 15 декабря активисты движения провели праздник на городской площади для детей от 8 до 12 лет. Для участия в игре ребят поделили на две команды, а помогали им сказочные герои. Дети кидались снежками, прыгали на метле, каждая команда пыталась заработать заветную снежинку. После соревнований все участники получили маленькие призы. В мероприятии предусмотрены веселые игры, состязания, конкурсы, где дети активно участвуют. Цель нашего мероприятия – порадовать детей, создать предновогоднее настроение. Глядя на детей, я думаю, у нас все получилось. Мероприятие удалось. В этом помогли сказочные герои и у всех хорошее настроение. Так как внутри помещение не рекомендуется, поэтому мы выбрали мероприятие на улице. У нас по проекту занимаются 60 детей. Мы их разделили на две группы. Вот до этого проводили с 30 детьми. И вот сейчас проходит тоже в том же количестве. Пусть каждый день в 2021 году каждому ребенку, каждому жителю города Янаул и нашего района приносит одни лишь радости и счастья. Начало зимы связано с активной подготовкой к Новому году. На улицах появляются елки и гирлянды. А к середине месяца многие люди начинают украшать свои дома и офисы. Во время новогодних праздников необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности. 16 декабря Янаульский межрайонный отдел надзорной деятельности профилактической работы провел онлайн-обучение в Управлении культуры с руководителем учреждений города Янаульского района. Специалисты доложили об оперативных данных по пожарам в республике, об основных причинах возникновения пожаров, мерах и требованиях пожарной безопасности к объектам культуры при проведении мероприятий, связанных с празднованием Нового года. Руководителям были доведены основные требования пожарной безопасности по исправностям автоматической пожарной сигнализации, путям эвакуации, мерам пожарной безопасности, обучению и оснащению переведшим средств пожаротушения. Также особое внимание было уделено элементам электроснабжения зданий, автоматическим системам обнаружения пожара и путям эвакуации. Также, пользуясь случаем, в данной обучении проводилось доведение информации оперативной о пожарах в республике, в районе, а также требования пожарной безопасности к частным жилым домам, так как каждый руководитель объекта культуры также имеет в собственности квартиру или дом. Были доведены информации по предупреждению пожаров из-за неисправности электрооборудования, перегрузки электрических сетей электрообогревательными приборами, предупреждения детской шалости с огнем, а также неосторожному обращению с огнем. Для предотвращения пожара и недопущения гибели людей при пожарах также была доведена информация об эффективности использования автономных пожарных извещателей и перевищенных средств пожаротушения огнетушителей. Ведь при раннем обнаружении и быстром ликвидировании очага пожара можно добиться предотвращения и больших потерь при пожарах. Программа поддержки местных инициатив стартовала в Республике Башкортостан в 2014 году. Она предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов наиболее важных для небольших сельских территорий, направленных на благоустройство. При этом отбор и реализация проекта в селах осуществляется при активном участии его населения. 16 декабря на итоговое собрание обсуждения программы собрались жители деревни Будья-Варяж Староваряжского сельсовета. Жители деревни посовещались и решили, что в следующем году в случае победы в конкурсе поддержки местных инициатив приобретут мобильный пожарный комплекс. Для участия в программе ими были соблюдены все необходимые процедуры. Проведены предварительные собрания, создана инициативная группа, определена сумма софинансирования. Для нас это самый важный проект. Мы находимся далеко от районного центра. и обезопасить себя от пожаров, от стихий. Решили приобрести вот такой комплекс. Но хотелось бы, чтобы мы не воспользовались этой техникой, но чтобы мы знали, что она у нас есть. Чтобы она нам служила в этих благих делах, хороших только, где можно применить. Можно каток залить, можно где-то поливать. Проект у нас на общую сумму 1 500 000 рублей. Софинансирование идут вклады от населения, местных бюджетов и спонсорская помощь. От республики будем запрашивать максимальную сумму – это 1 000 000 рублей. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект формирования комфортной городской среды национального проекта «Живье и городская среда». Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. Участвуют в нем города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно из федерального бюджета выделяется 5 миллиардов рублей. С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов. В том числе и наш город. Благодаря этой победе в Янауле заметно преобразятся торговые ряды, территории елочной и вокзальных площадей. В рамках масштабного проекта «Северные ворота Башкортостана». Сейчас наш город подал заявку на участие в очередном конкурсе национального проекта. Уважаемые янаульцы! Наш город участвует в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По итогам голосования, проведенного в сентябре текущего года, жителями города для благоустройства выбрана территория, прилегающая к улицам Азина, Октябрьская и Ленина, в том числе территория парка и музея. Одним из ключевых критериев подготовки заявки на участие в конкурсе является активность самих жителей, их заинтересованность и внимание при разработке конкурсного проекта. Мы ждем предложений от жителей нашего города, потому что именно вы должны определять то, какой станет эта территория в будущем. Участвуйте, решайте, вносите свои предложения, обсуждайте предложенные варианты. Чем больше участников будет в обсуждении и активнее будут наши горожане, тем больше будет шансов на победу в конкурсе. Свои предложения вы можете направить по номеру телефона 542-60 на электронный адрес администрации города в группах социальных сетей. Дорогие янаульцы, наш город, наш общий дом. Давайте сделаем его лучше. Мы ждем ваших идей. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 2 миллионов 792 тысяч жителей. В Башкортостане их число 16 тысяч 944 человека. В России 28 тысяч 552 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 159 новых случаев заражения COVID-19. О ситуации в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. В период с 11 по 17 декабря нами получено 82 положительных результата при проведении лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Из них 5 пациентов госпитализированы в госпиталь города Нефтеканска. 7 пациентов госпитализированы в медицинские учреждения города Уфы. Остальным гражданам оказывается медицинская помощь на дому. Во исполнении федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и согласно предписанию территориального отдела Роспотребнадзора обеспечивается медицинское наблюдение 152 контактным лицам. Все подразделения на войсках СРБ продолжают работать в режиме повышенной готовности. За весь период с марта этого года 14679 человек прошли лабораторное обследование на COVID. Что хотелось бы добавить. С возобновлением очного учебного процесса в школах района заметно увеличивается количество выявленных с положительным результатом ПЦР на коронавирусную инфекцию среди школьников и учителей. С начала учебного года в районе заболели 90 работников образования и 55 детей. Сейчас в Республике Башкортостан проводится вакцинация группы риска против коронавирусной инфекции. В декабре поступили в Республику всего 3100 доз вакцины. 1200 доз в начале этого месяца и 1900 доз в начале этой недели. Эта вакцина называется ГАМ-КОВИД-ВАК, торговая марка «Спутник Ви». В первую очередь проводится вакцинация работников образования, здравоохранения, правоохранительных органов. Вакцина состоит из двух компонентов. Повторная вакцинация проводится через 21 день. Прививку делают гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья для вакцинации. В данный момент в наш район вакцина еще не поступила. Идет подготовительная работа по организации вакцинации против коронавирусной инфекции. Мы составляем списки, уточняем их, оформляем медицинскую документацию. Еще раз рекомендуем населению района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Берегите себя и своих близких. В республике наблюдается ухудшение погодных условий. В столице и некоторых районах Башкортостана слабая метель, на дорогах гололедицы и снежный накат. Увеличилось и количество автомобильных аварий. Есть и погибшие. 16 декабря 35-летний житель Мишкинского района, двигаясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109 в направлении Янаула, совершил наезд на 48-летнюю женщину. В результате аварии она скончалась до приезда скорой помощи. В этот же день, 16 декабря, в Янауле дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Худайбердина и Ленина. Проезжую часть не поделили Киас Портрич и Рено Сандера. Подробности далее в эфире. 16 декабря текущего года в 13 часов в дежурную часть отдела МВД России по Янаульскому району поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Худайбердина и Ленина механическое ДТП. С выездом на место происшествия было установлено, что водитель 1961 года рождения, двигаясь на автомобиле марки Рено Сандера, двигаясь со стороны улицы Худайбердина, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем марки Киас Портрич, водитель которого 1988 года рождения, который двигался со стороны улицы Ленина. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет, оба водителя находились в трезвом состоянии. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся сразу после выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 декабря ожидается переменная облачность без осадков, ветер южный 1,3 м в секунду, атмосферное давление 770 мм ртутного столба, температура воздуха ночью минус 27, минус 29, дню минус 20, минус 22 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный, северо-восточный 5,10 м в секунду, температура воздуха ночью минус 24, минус 29, местами до минус 34, днем минус 18, минус 23, местами до минус 13 градусов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом новом году будет в два раза больше подарков. Выбирай два украшения, плати за одно. В любом салоне ювелир-центр. В аптеках Формленд вас ждут подарки за покупки. А то старый год уже западал. Не пропустите! Только три дня. 28, 29 и 30 декабря. Оформи займ от 7 тысяч рублей и получи 500 рублей в подарок. Ждем вас по адресу улицы Кудайбертина, дом 3, напротив магазина у Галины. Информация по телефону 8-987-033-2218. Денежные займы предоставляются у НКК «КВ Деньги людям». УГРН 114-290-7400-37. Зарегистрированы в реестре МФО 651-403-111-005-137. От 20 мая 2014 года. Только один день. 22 декабря в торговом центре «Юбилейный» состоится новогодняя распродажа шуб от ведущей меховой фабрики города Казани. Эксклюзивные новые модели 2020 года. Огромный выбор норки и мутонов. Акция «Обменяй старое на новое». Приносите любую осенне-зимнюю верхнюю одежду и получите скидку 10 тысяч рублей на новую шубу. Пенсионерам и подписчикам Инстаграм подарки. Ждем вас. Город Янаул, улица Азина, 27. Торговый центр «Юбилейный» с 10.00 до 19.00. В этом новом году будет в два раза больше подарков. Выбирай два украшения, плати за одно. В любом салоне «Ювелер-центр». Вот стоит за дверью Новый год И Формлен гостей на праздник ждет За покупки фирменный презент Приходи, Формленд! В аптеках Формленд вас ждут подарки за покупки. А то старый год уже западал. Не пропустите! Только три дня. 28, 29 и 30 декабря Оформи займ от 7 тысяч рублей И получи 500 рублей в подарок. Ждем вас по адресу Улица Кудайбертина, дом 3 Напротив магазина у Галины Информация по телефону 8-987-033-2218 Денежные займы предоставляются УОО «НКК КВ «Деньги людям» УГРН 114-290-7400-37 Срегистрированы в реестре МФО 651-403-111-005-137 От 20 мая 2014 года Только один день 22 декабря в торговом центре «Юбилейный» Состоится новогодняя распродажа шуб От ведущей меховой фабрики города Казани Эксклюзивные новые модели 2020 года Огромный выбор норки и мутонов Акция «Обменяй старое на новое» Приносите любую осенне-зимнюю верхнюю одежду И получите скидку 10 тысяч рублей на новую шубу Пенсионерам и подписчикам Инстаграм-подарки Ждем вас Город Янаул, улица Азина, 27 Торговый центр «Юбилейный» С 10.00 до 19.00 Добрый день, уважаемые зрители Вас приветствую в детской школе Служборда и наук И я вас приглашаю посетить наш мастер-класс По изготовлению символа года Будущий год 2021 год Быка Поэтому я вам предлагаю сделать Технике-модинанке Бычка Поскольку мы детское учреждение Мы будем делать маленького бычка Итак, приглашаю вас в мастер-класс Заристуем маленького бычка на формате АВИ, а дальше мы будем его прорезать. Вот такой бычок у нас получился, и теперь его надо прорезать КОНЕЦ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова